МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Формулу здоровья» на ОТВ. С вами Евгения Августина. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Что же такое сахарный диабет? И чем же он страшен? Сахарный диабет – это нарушение обмена веществ, которое приводит к гипергликемии, повышению уровня глюкозы в крови. Насколько я знаю, сахарный диабет бывает первого типа и второго. Чем эти типы друг от друга отличаются? Почему возникают? И может ли диабет передаваться по наследству? Да, то есть это самые распространенные типы сахарного диабета. Первый тип отличается тем, что в основном заболевают дети либо молодые люди. Тут абсолютно инсулиновая недостаточность, то есть лечение сразу инсулин. Сахарный диабет второго типа – это взрослые люди, старше 45 лет, и тут лечение начинает именно с сахароснижающих препаратов. Здесь нарушение обмена веществ происходит, инсулинорезистентность, нарушение действия инсулина и выработки инсулина. Наследственность играет роль? Да, это заболевание, которое имеет генетическую предрасположенность. Мы очень часто пугаем детей, хватит есть конфеты, ты уже много съел, сахарный диабет появится. Действительно ли может появиться? Или всё-таки это чтобы дети много сладкого не ели? Смотрите, именно из-за сладкого сахарный диабет не развивается. Значит, сахар и сладкое – это углевод. Углевод любому человеку нужен для организма, для жизнедеятельности. Сейчас самая большая проблема в том, что люди употребляют большое количество калорий и большое количество углеводов. И принцип жизни – то, что встали, поели, побежали на работу, пришли, наелись на ночь и легли спать. И двигательной активности так таковой нет. И всё, вот этот такой вот образ жизни, он приводит к сахарному диабету. А можно ли от сахарного диабета излечиться? Или если этот диагноз поставили, то, соответственно, уже всё просто нужно с этим жить? Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое, к сожалению, неизлечимо. То есть тут можно только поддерживать, да? Да, лечение, питание, образ жизни, всё, только вот это вот. А сахарный диабет – это повышенный сахар крови. А норма какова? Именно вот в капиллярной крови, если вы берёте при помощи глюкометра, это норма до 5-6 ммл. Если из вены, венозной плазмы, это 6,1 ммл. А есть ли смысл здоровому человеку иметь дома глюкометр, чтобы, ну, например, раз в неделю себе измерять уровень сахара? Почему бы и нет? То есть это, конечно, мы не говорим, что все купить должны глюкометры и мерить постоянно. Вот. Но глюкометры именно у пациентов с сахарным диабетом должны быть. А какие симптомы должны человека насторожить? На что стоит обратить внимание, чтобы выявить заболевание вовремя? Смотрите, основные симптомы – это сухость во рту, жажда, то есть пациенты начинают очень много пить, учащённое мочеиспускание – это то есть ходить в туалет часто, похудание может быть и, естественно, ухудшение самочувствия. А на какие системы в организме вообще сахарный диабет влияет? Сахарный диабет влияет на глаза, это ретинопатия. Получается, что нарушение сосудов, поражаются сосуды сетчатки глаз. Это может привести к нарушению зрения и к слепоте. Следующий орган – это почки, почки, нефропатия. Это хроническая болезнь почек, а самая запущенная – это уже непосредственно гемодиализ. И это ноги, полинеиропатия, болезнь нервов, диабетическую полинеиропатия, нечувствительность нижних конечностей. Это может привести к язвам стоп и также ампутации в дальнейшем последствии. Это если запущено какое-то состояние? Все вот эти осложнения – это когда такое слово некомплоентные пациенты и не очень хорошие сахара и неправильный образ жизни. Ольга Владимировна, какие анализы нужно сдать, чтобы сахарный диабет исключить? Мы сдаем биохимический анализ крови, показатель глюкозы. Если мы видим какие-то нарушения показателей, то мы назначаем глюкозотолерантный тест, который проводится натощак, проверяют уровень начали глюкозы натощак, потом дают глюкозу выпить 75 мг, и через 2 часа проверяют глюкозу снова. И там есть определенные параметры, уже доктор расшифровывает, и понимает, есть диабет или нет диабета. А какие анализы нужно сдавать людям, у которых уже этот диагноз состоит? Значит, сахарным диабетом должны обязательно сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. Это обязательно один раз в год должны проходить. Также ЭКГ, флюорография, проходить эндокринолога-консультацию, офтальмолога, невролога один раз в год. Гликированный гемоглобин сдавать один раз в 2-3 месяца. Наверняка люди, болеющие диабетом, это все знают как алфавит. Должны знать, во всяком случае. В России учреждена медаль за 50 мужественных лет с диабетом. На днях жительница Одинцова стала ее обладателем. Подробности в нашем материале. Виноват во всем баран. Дело было в Грузии. Животное начало бодаться. Маленькая Лена испугалась. Считает, что именно это и спровоцировало развитие болезни. Уже полвека она живет с диагнозом сахарный диабет. И началась совершенно другая жизнь. Особенно, как-то парадоксально, не для меня, а для моих родителей. То есть это ежедневные колы, кипячение шприцов, доставание их. Потому что не было, как сейчас. Пошел в аптеку, купил. Жаркий климат Грузии сменили на умеренный. Переехали в Подмосковье. И началась обычная жизнь. Домашние дела, школа, встречи с друзьями. О диагнозе мало кто знал. Елена ничем не отличалась от сверстников. А все потому, что строго соблюдала назначение врача и вовремя проходила медосмотры. Я никогда не скажу, что я больна диабетом. Я не скажу, что я страдаю. Я просто скажу, у меня диабет. И я, даже еще будучи с какими-то шприцами, мы все равно куда-то ездили, к дедушке, к бабушке. И, конечно, все это было неудобно. А когда появились вот эти шприц-ручки, о, держите меня. Я стала ездить не только по нашей стране, но и по Европе. На лицевой стороне триумф человека и медицины. Наоборот, наиза 50 мужественных лет с диабетом. В 70-м году диабетический центр Джослина учредил медаль. Ею награждались те, кто более полувека живет с этим диагнозом. Потом аналогичную награду решили учредить и в России. Елена оказалась в числе тех, кому ее вручили. Когда мне позвонили и сказали, вот, 11 ноября вам нужно создать презентацию, вам нужно выступить. У меня, честно говоря, такая голова стала. Как? Что? Первые эмоции стихли. Началась работа. Увлечение отца помогло. Фотографий было много. О том, что с диабетом можно полноценно жить, Елена уверенно рассказала в Музее Победы на Поклонной горе. И все это не ради личных амбиций, а чтобы на своем примере доказать, диабет не приговор. Ольга Владимировна, диабет у беременных. Насколько это опасно? Беременность во время диабета, это, естественно, должны соблюдать некоторые меры. То есть мы должны заранее подготовиться к беременности. Это за три месяца привести сахара в норму. Вот. Потом во время беременности у здоровых женщин может возникнуть гестационный сахарный диабет. Это тоже мы понимаем, что сахара во время беременности должны быть в норме. Тут непосредственно начинаем именно с диеты. Исключаем быстро усвояемые углеводы. Если беременная, она уже не может соблюдать диеты, то мы уже начинаем терапию во время беременности. А насколько сложная терапия? Ну, то есть начинает уже инсулина терапия. Именно таблетированные препараты во время беременности нельзя. Только инсулин. Все с учетом положения пациентки? Да, да, да. То есть, а по поводу беременности и осложнений, то есть во время беременности если нехорошие сахара, некомпенсирован пациент, то может быть именно проблема по вынашиванию беременности и пороки развития у малыша. А есть ли взаимосвязь между типом вскармливания ребенка и риском возникновения сахарного диабета? Нет, такого нет. То есть вскармливание не зависит от появления сахарного диабета. Вы неоднократно сказали, что для того, чтобы качество жизни пациента было хорошим, чтобы он жил полноценной жизнью, необходимо соблюдать диету. Вот что это за диета, что нужно исключить? Быстрые углеводы, правильно? Что еще нужно соблюдать? Да, смотрите, то есть мы всегда понимаем, что есть первый тип, есть сахарный диабет второго типа. Первый тип, они на инсулине, так таковой, нет диеты. Но мы понимаем, что есть все подряд тоже нельзя. Даже здоровому человеку чего уж тут. Поэтому легко своему углеводу и быстрые углеводы, естественно, должны быть в ограниченном количестве. Сахарный диабет второго типа на таблетированных препаратах. Тут именно говорим уже о диете. Используем мы диету светофора. То есть зеленое – это то, что можно без ограничения. Это зелень, огурцы, помидоры, редис. То, что действительно зеленое, на самом деле. Ну да, то есть редис, морковь, свекла. Чай, кофе без сахара. Это все мы в безограниченном количестве кушаем. Есть желтое. Это то, что мы должны ограничивать. Это макаронные изделия, крупы. Сыры должны быть до 30% жирности. Творог до 5% жирности. Тут мы понимаем, что мясо должно быть нежирное. С курицы снимаем обязательно кожицу. Ее не кушаем. И красное – это то, что мы должны исключить. То, что поднимает уровень глюкозы очень быстро и очень высоко. Сахар, мед, варенье, мучные изделия, алкоголь, семечки, орехи, все пироженки, конфеты, шоколад. Все это очень быстро повышает уровень глюкозы в крови. Сейчас очень большие споры идут вокруг сахарозаменителей. Их можно? Самое идеальное, конечно, это отказаться от сахара. Но мы понимаем, что многие все-таки ложечку с чаем, ложечку с кофе не могут. То, естественно, мой приоритет даем сахарозаменителям. Многие, я думаю, пациенты, хотя мне хочется ошибаться, грешат и диету свою немножечко нарушают. А значит ли, что если ты выпил таблетку и сделал укол инсулина, то можно и съесть что-нибудь из красного, например, списка? Мы понимаем, что все мы люди, и когда-то хочется съесть что-то такое из красненького, то должны, естественно, понимать, что это должно быть в ограниченном количестве. Не сели и полторта съели, а незначительное количество. И лучше это делать в первой половине дня и после основного приема пищи как десерт. Это относится также и к фруктам, и к сладкому, как десерт в конце основного приема пищи. Сейчас мы все активно пользуемся интернетом, и с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Каждый сам себе врач зашел в поисковике, нашел нужную информацию и лечится. Можно ли в данном случае, когда человек стоит диагноз диабет, заниматься самолечением? И чем это опасно? И опасно ли? Может быть, и нормально? Смотрите, самолечение для любого человека не очень хорошо. То есть каждый человек индивидуален, и каждому человеку должно быть определенное лечение. Поэтому, когда понимают, что сахарный диабет, это, естественно, надо записаться к эндокринологу. И он должен назначить грамотное лечение с определенной препаратой, определенной дозировкой. Должна корректироваться всегда терапия. Поэтому это должно быть под наблюдением врача. И это же в первую очередь интерес самого пациента. Конечно. Чтобы жить долго и счастливо. По поводу питания все понятно. Определенные ограничения есть. А по поводу образа жизни. Можно ли, например, диабетику заниматься спортом? Да, смотрите, спорт, очень такая хорошая есть фраза, движение – это жизнь. То есть для любого человека, болеющего с сахарным диабетом, не болеющего, обязательно должно быть движение. По поводу спорта очень много и спортсменов-диабетиков, поэтому именно ограничения для диабета так такового спорта нет. То есть должно наблюдаться обязательно гликемиями, измеряться, что при высоких сахарах нельзя заниматься спортом, при низких нельзя. Но это все купируется именно уже непосредственно питанием и так далее. В России с 13 ноября объявили целую неделю борьбы с сахарным диабетом. Почему важно людям рассказывать об этом заболевании, хотя, казалось бы, о нем говорили много и неоднократно? Сахарный диабет очень сейчас распространен. И это так как генетически предрасположены, то должны обязательно пациенты рассказывать своим родственникам, что сахарный диабет может быть и у них. Поэтому надо обязательно вести грамотный образ жизни, грамотно питаться, вести активный образ жизни, двигаться. У нас проводится школа сахарного диабета в поликлинике. Она проводится ежедневно в 8.00, 10.00, 12.00 и 14.00. Проводят наши эндокринологи. Я провожу эту школу. Школу проходит в формате беседы. На школе обсуждается все темы сахарного диабета. Поэтому мы все приглашаем болеющих с сахарным диабетом на школу. Доступны абсолютно всем по полюсу обязательного медицинского страхования. То есть они могут непосредственно сами прийти, либо записать в доктор, либо прийти в регистратуру записаться и прийти на школу. Спасибо большое, Ольга Владимировна, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Будьте здоровы и до новых встреч на ОТВ.